Дорогие друзья, братья и сестры, позвольте в это первое воскресенье после начала Нового Учебного Года обратиться к нашим многоуважаемым педагогам. Дорогие учителя, поздравляю вас с началом Нового Учебного Года. Человек – венец творения Божия. Даже если ДНК обезьяны совпадает с ДНК человека, то это значит только то, что человек – такое же творение, как и весь мир, и состоит из одних и тех же частиц, что и весь мир, и живет по одним законам природы, которые мы так старательно пытаемся вложить в головы ученикам. Однако в человеке есть Дух Божий, а в обезьяне нет. Человек может приблизиться к Богу так близко, что нести отсвет его любви и его славы, а обезьяны нет. Обезьяну можно нарядить и научить многому, даже считать. А вот человека недостаточно научить что-то делать или уметь. В нем нужно воспитать достоинство образа Божьего. Его нужно учить быть. Потому что даже по-горькому человек звучит гордо. Вот только тогда в нем есть Дух служения и воля творит добро, и человечность в нем – отподобие Богу. А если в душе укоренились пороки и зло, человек может стать страшнее зверя. Животные съедают другое существо, чтобы не умереть с голоду, и лишнего не берет. А человек, объятый ненавистью, способен уничтожить весь мир. Профессия педагога самая сложная. В нее нельзя идти без любви к детям, без силы характера, не имея жизненных принципов. В ребенке уже с самого начала, с первого класса нужно увидеть его возможности и направлять их так, чтобы результат был досягаем и ему было интересно учиться. В ребенке нужно взращивать доброе начинание и учить бороться с порочными зачатками. Но самое сложное – это сохранить в ребенке тягу к учебе, веру в победу добра над злом. Ведь, как бывает, в первом классе глаза горят, а в десятом взгляд стеклянный. А он стеклянный, потому что душа спряталась, не понимая, как жить. Поэтому я желаю, чтобы вы смогли сохранить этот искренний огонек желания узнавать мир и быть полезным народу и стране. Проживайте с детьми их первые десять лет. И тогда мы все будем спокойны за будущее нашей страны. И тогда не нужно придумывать пафосные мероприятия и слова, но дела наши будут свидетельствовать о нашей любви к Родине, к делу, к людям. Слушайте сердце. Не водитесь на эмоции. Работайте Богу. Не ждите благодарности, потому что радость от достижения результатов – это лучшая награда. И пусть Господь укрепит вас на этом трудном пути учителя. В свою очередь, Синодальный отдел по сотрудничеству со светскими учреждениями образования всегда готов помочь педагогам в их важном и сложном труде. С Богом и с радостью начинайте Новый учебный год! Субтитры создавал DimaTorzok